Всем привет, ребят! Вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Shadow Fight 2. Начал данный ролик записывать сразу же после предыдущего, потому что очень интересно посмотреть на историю Отшельника... Отшельника? Не Отшельника, но связанного с Отшельником, на историю Сенсея, Старой Раны. Ну и давайте, конечно же, начинать. Я уже выбрал Старой Раны, здесь тоже три стадии, только сложно чуть-чуть легче, нормально написано. Но я не знаю, возможно, если в конце будет битва с каким-нибудь Отшельником, ну я так предполагаю, то, скорее всего, там опять же будет все так же сложно, как и с Рысим. Но я надеюсь, что что-нибудь будет более-менее такое нормально, адекватное в моей игре. В прошлый раз я поведал о том, как спас князя от убийц. Я знал, что солдаты князев-то они обучаются Отшельника, и мы направились к нему. История Сенсея, часть 2. Тень грядущего. Тень грядущего. Вы оказались между молотом и наковальней, господин. Да, я предал вас. У меня не было выбора, ведь на карту поставлено будущее моей школы. Этот заносчивый юнец Рыс не справился со своей задачей, видимо, его работу придется делать мне. Ученики, сюда! Лотос, грядут перемены, я пересекла половину мира, чтобы понять это. Столь многим пожертвовала, и мудрость учителя это все, что у меня есть. Ну, я в целом вроде бы как все понял, но вроде ничего не понял. Лотос это ученик Отшельника, и мы сейчас будем с этим учеником сражаться. Сенсей против лотоса. Ну, неплохо. Ладно, посмотрим. Я думаю, что одолеем лотоса очень быстро. У нее рука одна, что ли? Кибернетическая, что ли, такая? Или мне показалось? Или это просто перчатка? Не знаю, где мы сражаемся с этим лотосом, но я думаю, что без проблем сейчас одолеем. Нормальный уровень сложности все-таки, как-никак. Получай, иди сюда. Лотос! Лотос, ты куда побежал? Так, тихо-тихо уклоняемся. Фу, чуть, чуть не... Было очень плохо, скажем так. Фу, сейчас одолеем всех мы здесь. Давай, 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 ложи. Победа. Счет 1-0. Ну, конечно, на нормальный уровень сложности играть очень легко, но все-таки. Иной раз и здесь приходится повозиться. Так, следующий бой. Раунд 2. Ну что ж, давайте попробуем. Нет, вот этот вот приемчик, он будет гораздо круче. Давай еще раз. Так, и вот так, отлично. Жаль, что у меня некровавый жнец сейчас в руках, все было бы еще легче, мне кажется. Блин, не могу подойти. Ладно, хорошо. Тише ты, блин, лотос увлекся как-то меня добивать. На агрессиве играет уже, ничего себе. Блин, не могу подобраться. Каждый раз в блоке. Ах, блин, ну, я только что разогнаться хотел и нанести по ней урон, но не получилось. У него вот эти вот веера, как у вдовы, по-моему, у вдовы такие же были. Ладно, сейчас попробую. Ну, не такие, возможно, чуть другие, но все-таки. Вот, отлично, этот прием я и хотел использовать. Неплохо. Ничего себе, вот этого я не ожидал, если честно. Я думал, что она снова заблокируется. Ай-яй-яй, сенсор, не лагай, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, ну, что ж такое, блин. Так. Хорошо. И пару ударов, давай, давай, под конец забивай. Победа! Нет, не победа еще. А, я здесь сюрикен уже могу пускать. Ничего себе, я только сейчас обратил на это внимание. И таким образом мы добиваем лотос. Справились с первым врагом. Неплохо так. Ну, и переходим ко второй стадии. Предвестник. Учитель рассказывал о мире теней, его обитателях и невероятной силе, которые поделятся с нами. Думаешь, я позволю все это у нас забрать? Ну, честно говоря, такое себе, если честно. Я думал, что он прокомментирует более, что ли, подробно. Что забрать, зачем и почему. Ладно. Что ж. Но предвестник мне нравится. Выглядит оно очень круто. У него даже меч, по-моему, такой же, как у сенсея. И шляпа такая же, как у отшельника. Может, это и есть отшельник? Было бы весело. Так, что ж. Да, меч такой же. Я же говорю. Такое чувство, что я с отшельником сражаюсь. Ну, такое он гораздо легче. Получай. Отлично. Уклонились. И еще пару ударчиков. Пару ударчиков. Да куда ты уходишь-то? Вот. Все. Отлично. На перфекте. На перфекте одолели. И это в истории сенсея. Ничего себе. Это его первый перфект, наверное. Он должен будет об этом рассказать. Раунд 2. Предвестник был очень и очень слабым соперником. Его я одолел даже на перфекте. Например, как-нибудь так. Хотя это мою историю надо таким образом писать. Тихо. Иди сюда, сенсей. Уклоняемся. Вот так вот. Порубили сенсея пополам. Блин. Блок. Сенсей, иди сюда. Ничего себе. Точнее, не сенсей, а предвестник. Я же не против сенсея играю. Блин, предвестник. Ты мне немножко... Надоел. Давай, давай, давай. Добивай его. Счет 2-0. Отлично. В конце. Добили ногами. Все хорошо. И переходим уже, скорее всего, к самому отшельнику. Ну, как мне кажется. Так. И стадия 3. Отшельник, да. Князь, вы жертва обстоятельств. Ее нужно было принести для общего блага. Моя школа станет великой. И настанет золотой век боевых искусств. Блин, какая-то здесь история. Она очень быстрая. Например, предыдущая на рысе. Она была чуточку дольше, что ли. Потому что здесь шестая минута. Я уже играю против отшельника. Это как-то странно немного. Ну что ж, отшельник против сенсея. Все очень круто, весело, задорно. Погнали. Один бородатый мужик против другого очень бородатого мужика. Раунд первый. Хорошо. Тихо. Пару ударов. Ну, какой-то такой себе отшельник, если честно. Счет 1-0. Я не знаю, рысь была гораздо сложнее. Я не научился играть в игру. Я просто... По яйце небе, почему отшельник настолько легкий перс. Раунд 2. Ладно, может во втором раунде он активизируется. Он же там летает, что ли, у него есть. Там тоже. Так, хорошо. Неплохо. Так заблокировались. Нет, 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 нет. Не получится. Пока что... Счет неплохой. Врезали. Заблокировался, смотрите. Он блокируется. Он блокироваться стал чаще. Да. Я наношу гораздо меньше урона. У меня сейчас работает вот эта тема, которая урона не понижает. Очень дико. Вот сейчас она исчезла. Урона стал гораздо больше наносить. Да что ж такое, блин. Подхожу же вроде специально, чтобы нанести больше, как можно больше урона. Вот именно вот этим вот приемчиком. Но под конец, только под конец у меня получилось одолеть отшельника. И да, это было легко. 21 рубин. Еще в плюс. Неплохо. Что ж. Сенсей, что ты нам расскажешь? Стыдись, ты продал свою честь потрохами. Ради чего? Думаешь, люди пойдут за предателем? Какой пример ты подаешь молодым? Пойми, нашему ремеслу конец. Ему нужно меняться, чтобы выжить. Я знаю как. И Сегон обещал мне защиту в обмен на обучение его людей. Моих людей? Ставь его во главе армии, было ошибкой ставить точнее. Если у тебя осталось хотя бы капли чести, скажи нам, где лагерь бандитов? Недалеко отсюда живет мясник и его банда. Это они похитили вас, господин. Идите, желаю вам найти свои ответы. Ну и в целом это все, да. Это пока что все. Нас послали к мяснику, потому что это именно он похитил князя. И теперь понятное дело, что именно с ним нам и придется разбираться. Разбираться, какого хрена ты похитил князя и так далее. В общем, что ж. Но это уже будет в следующем ролике. Ну, точнее, в следующем ролике мы одолеем отшельника, конечно. А потом уже будем, конечно же, разбираться со старыми ранами сенсея. Как-то так. И все, я прошел за 9 минут эту главу. Очень быстро. Но мне казалось, что все-таки, как-никак, эта глава должна чуточку дольше, что ли, длиться. Давайте для закрепления хотя бы один турнир сыграем. Не знаю, выиграю, не выиграю. Но все-таки у меня там, по-моему, кровавый жнец. Поэтому проблем возникнуть вообще никаких не должно. Ждем только, пока игра загрузится. Потому что грузится оно в последнее время чуточку дольше. Задиры. Играем против задиры. У него ближнее оружие. У меня дальнее. Поэтому я не знаю. Он, скорее всего, будет... А, я когти выбрал. Ну, ладно, давайте когтями. Не хотел когтями, если честно, играть. Отлично. Нет, когти мне нравятся. Определенно нравятся. Классное оружие. Но... Но меня только что положили так неплохо с одного удара. Чисто один удар был нанесен. И да, как вы видите. Ну, добить кулаками очень сложно. Задира это будет не задира. Но в любом случае это сложновато сделать. Так, тихо. Бомбочку мы на него наклеили. Еще немного урона нанесли. Получай, блин. Вот так. Вот. Счет 1-0. 1-1, точнее. Но был бы 1-0, если бы я в предыдущий раз так же атаковал. Жесть просто. Что я прыгаю, что он... Так. Хорошо. Броня сработала. Она отлично. Блин, не получается. У него ближнее оружие. У меня тоже. И поэтому так и выходит. Отлично. Пробили его. Счет 2-1. И это получилось сделать очень быстро. Все-таки когти рыси это тоже очень удобное... Удобное оружие. И как вы видите, мы потихоньку побеждаем. Далее я даже не знаю, что выбрать. Сейчас давайте посмотрим. Там можно выбрать либо когти рыси, либо другое оружие. Смотри, теперь ты можешь купить метательные кинжалы. Хотелось бы мне посмотреть на них в бою. Неплохо, что их могу приобрести. Это очень даже хорошо. Но мне сейчас больше интересно мое оружие, которое я могу прокачать. И вот что из этого взять? Я не знаю. Когти рыси – хорошее оружие. Крывавый жнец – тоже довольно неплохое оружие. Что взять? Понятия я не имею. Поэтому, ребят, пишите в комментариях под данным роликом, какое оружие вы бы хотели видеть в следующих боях. Либо это, либо это. И то, и то оружие – они шикарные. Поэтому будем пока что пользоваться именно ими. Либо кто-то, возможно, захочет увидеть молотый имхотепа. Тогда возьмем их. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.